Великий зерновой обман В 2007 году считалось, что злаки – залог здорового тела для всех, от мала до велика. Зерновые культуры – один из основных элементов человеческой цивилизации. Ацтеки выращивали амарант. От инков пришла кинуа. Азиатская империя была построена на рисе и гречке. В Африканской империи были проса и метличка, а пшеница, овес, рожь и ячмень закрепились в Европе. Все эти злаки можно без труда найти в любом магазине здорового питания. И когда цельнозерновая мука перемалывается в обыкновенную белую муку, якобы обогащаясь, она теряет как минимум 25 питательных веществ, которые заменяются всего пятью. Это великий зерновой обман. И это просто витамины и минералы. А еще количество фитонутриентов сокращается в два, а то и в триста раз. И раз у нас есть выбор, то больше никакого белого хлеба, белых макарон и белого риса. Вместо этого лучше съесть зерно целиком и больше ничего. Вес тела, безусловно, важен. Но диаметр сонной артерии, доставляющей кровь в мозг, важнее диаметра талии. В течение пяти лет исследователи из университета Уэйк-Форест наблюдали тысячу человек и следили за появлением тромбоцитов в их сонных артериях. Вот так должен выглядеть наш кровоток. А вот так не должен. У тех, кто питается цельнозерновыми продуктами, отмечается более медленное развитие атеросклероза. У тех, кто не изменил свой рацион, оставшись верными мясу, тромбоциты продолжали расти. Но у тех, кто употреблял цельные зерна, постепенно очищались артерии. В отличие от тех, кто просто ел очищенные зерновые, не поменяв основной рацион. Чтобы такое питание действительно работало и рост тромбоцитов, а далее и болезнь остановились, им необходимо было полностью исключить из рациона холестерин и насыщенные жиры и перейти на растительную диету. Субтитры создавал DimaTorzok